Микс Ньюз Утро на Балкоме Доброе утро, уважаемые радиослушатели! Это «Утро на Балкоме» И его проведем сегодня мы, Артем Липин и Аби Келкин Доброе утро И в гостях у нас сегодня мэр Йоговы Андрис Равиндж Доброе утро Здравствуй, мил человек Проходи, гостем будешь Выпьем, закусим О делах наших скорбных покалякаем Да, еще раз доброе утро Наверное, один из таких главных вопросов Который вам часто задают не только журналисты Это административная территориальная реформа Которая правительство продвигает довольно быстрыми темпами Как вы ее оцениваете? И я так понимаю, что Йогову она тоже затронет Конечно, доброе утро Еще Административно-территориальная реформа Конечно, мы не против такого продвижения вопросов Потому что первоначально наша задача была бы понять Что наши жители города получат Что у них будет отрицательное Какие оценки Что затруднит И, конечно, наша дума приняла решение Что мы не поддерживаем реформу в таком стиле И мы знаем, что сегодня На сегодняшний день Город потеряет свой статус И это в принципе неприемлемо Потому что есть С одной стороны Есть европейские фонды И в европейских фондах Есть 6% от всей государственной пакета Есть городское предназначение для развития города И этот пакет специально для развития городов Мы знаем, что города Это экономические тяга Экономические двигатели развития Если сегодня мы не получаем деньги Для реструктуризации инфраструктуры Для поддержки тех территорий Которые остались от нас Ну, такая называемая деградационная Территория Мы этих денег не получаем Значит, мы очень много теряем С другой стороны Наши жители Сегодня получают много Тарифов Много услуг Вода Отходы Канализация И на других территориях Эти тарифы Стоят дороже, чем в городе Тогда, если территория Когда-то как-то соединяется Конечно, тарифы должны выровняться И как получится Жителям города Это будет дороже Конечно, тогда вопрос Зачем мы это делаем? Город сам по себе Сегодня Стал на пути развития И если Такая реформа В таком стиле Произойдет По моему мнению И мнению Наших депутатов Будет Город потеряет То есть, фактически Сейчас пытаются Решить проблемы Вот этих вот Краев Которые рядом с Елговой За счет города И жителей города Да, с одной стороны Да, конечно Но с другой стороны В принципе И края Которые Рядом Находятся И Елговский Новоц И Возвольный Новоц Они же Сильны Сами по себе Они сильны Жители Там много Я Сегодня Если мы посмотрим На закон Закон Сегодня Ну Провозвращает Что Более Четырех тысяч Нас должны Жить Нарезать И Там же Много И если Те территории Которые Сегодня Меньше Жителей Тогда Ну ладно Они Пусть Ну выполняем Закон Объединяем Те территории Они Я думаю Что много Руководителей И Сами Территории Сегодня Думает И Не Сопротивляется Наверное Тому Логичному Процессу Который Должен Произойти Но Мы Будем Не Поддерживать Нелогические Ситуации 672 672 93 9 672 13 93 9 Телефон Прямого Эфира Номер Ватсап 2 3 0 61 91 Звоните Нам Задавайте Свои Вопросы У нас Напомню В гостях Андрис Равенш Мэр Города Елговы Скажите Когда Министр Регионального Развития Юрий Спуца Он ездил По всем Территориям Латвии По всем Самоуправлениям Общался С представителями Всех Самоуправлений Вы На этой встрече Присутствовали Или представители Елговы Задавали ли Вы ему Эти вопросы Наши Депутаты Тоже Присутствовали Присутствовали Территории Из Елговы Сновоц И Озол Найки Новоц И Конечно Мы Задали Очень Вопросов Но Конкретных Ответов Мы Не Получили Если Это Называется Консультация Тогда Я Не Согласен С этим Что Это Была Консультация Это Было Представление Своего Мнения Своего Вида А Абсолютно Никакого Обратной Связи Нет И Теперь Латвийский Союз Самоуправлений Он Подал Заявление И Просит Господина Пуца Уйти в отставку Если я правильно Понимаю ситуацию Ну самое главное Чтобы Мы Против Реформы Такого Вида В таком Продолжении То есть вы не против Реформы Как таково Нет Мы не против Реформ Мы не понимаем Что жизнь Меняется И мы должны Идти вперед Но не таким Способом И Я сегодня Думаю Что Жители Тоже Должны Высказать Своё мнение Свои Претензии Свои Предложения И Мы должны Дискутировать Об этих Предложениях Об этих Вариантов Мы можем Ну смотрим Что В принципе Все Руководители Самоуправлений Которые Участвовали В этой заседании У нас 119 Самоуправлений В заседании Участвовали Более 90 96 Мне кажется Из И 90 Прогласовали Против Такого Стиля Продвижения Реформы Нас Не Удовлетворяет Стиль Что Вы имеете Ввиду Под стилем То есть То что Это происходит Так быстро Или что Именно так Объединяется Самоуправление Сегодня Самый Главный Вопрос Которые На которых Мы Не можем Отвечать И Своим Жителям Кто Что Жителю Станет Лучше Ответа Нет Конкретно Ответа Нет Мы Говорим Что Да Жители Будут Жить Лучше Надо Экономическую Экономическую Поддержку Этих Ну Может Сказать Территорий Которые Сегодня Ну Не так Развиты А Какие Будут Инструменты Когда Экономическую Ситуацию Мы будем Поднимать Это Будет Какие-то Специальные Налоги От Уменьшения Налога Налогов Обложения Что Будет Этих Вопросов На этих Вопросов Ответа Нет Ну Сторонники Реформы Говорят Что При объединении Самоуправлений Будет Меньшее Количество Чиновников Депутатов Это Уменьшит Расходы Потом Будет Проще Жителям Опять-таки Областей Краев Получать Какие-то Какие-то Услуги В городах Там Например Школы Ну Вот Вы говорите Будет Проще И легче Что Будет Проще И легче Дальше Продвигаться На Получение Услуга Ехать Дальше На Какие-то Другие Территории Которые Жителю Непонятны Город Сможет У нас Просто В студии Тоже Были Сторонники Противники Этой Реформы И поэтому Сторонники Говорят Что Например Елгова Объединится С Елговским Краем С Озовным Краем И тогда Елгова Которая Сейчас Деньги Елгова Тратит На Ремонт Своих Дорог Она Сможет Тратить На Ремонт Дорог Которые Ведут Елговы Может Будет Тратить Свои Деньги На Ремонт Других Территорий Но Теперь Это Уже Будут Ваша Территория В этом Смысл Реформа А Деньги Больше Станет Территория Станет Больше Деньги Будет Больше Не знаю А вот Господин Пуц По поводу Финансирования Что-то вообще Говорил Потому что Мы помним Предыдущая Реформа Которая Привела К 119 Самоправлением Там За ней Следовали Финансы Мы можем По разному Ее оценивать Сейчас Я так понимаю Об этом Речи не идет Есть Одна Такая Мисель Что 300 миллионов Евро На Улучшение Дорожной Ситуации Да Мы Министерство Финансов Говорим Вы Знаете Об этом Что Такое Есть Мнение Что Будет 300 Миллионов На дороге Да На дороге Они Говорят Что Вы Не знаем Ничего Не знаем Потому что Есть Такое Ощущение Что Кто-то Движет Реформу Не согласуя Его С другими Министерствами Мы Сегодня На Это Заседание Потребовали Чтобы Реформу Стал Руководить Премьер Он Как Объединение Реформа Образования Реформа Медицины Реформа Территории Реформа Разных Налогов Пускай Сам Премьер Берет На себя Ответственность Это Всех Надо Собрать Собрать Вместе И чтобы Единое Мнение Мы Приняли На сведение Всех Проблем Сверх Вопросов Которые Возникают Вокруг И тогда Начинаем Дискутировать Об этом Я так понимаю Что в бюджете Следующего года Бюджет Следующего года Елгова Получит меньше Средств От государства Мы слышали Рига Кладывается И на русском Радио И по латышски Тоже На латышских Авиостанциях Я не могу Понять Смысл Реформы И ее Конечная Цель Может это Конечно Немножко Вопрос Не Нашему Гостю Сегодняшнему Но Вот Непонятен Вообще Смысл Конечная Цель Для чего Это Делается Спасибо Большое Вот такой вопрос С вашей Позиции Ну да Мне Правильно Вопрос Задан Что Я не Не смогу Ответить На этот вопрос То есть Вам даже Не объяснили Цели Когда Встречалась Господин Есть Цель Снизить Затраты Административные Но Поскольку Мне немножко Есть Опыт Разных Реформ Уже Почувствовал Ни одна Реформа Не дает Экономию Затрат Она Повещает Потому что Ну Сегодня Мы Посмотрели Скажем Программы Которые Мы Получаем Используем В Волостях На Крае И В Городе Если Те Программы Надо Сравнить У нас Потребуется Для сравнения Выравнение Три миллиона Кто будет За это Платить Ну Конечно Мы Значит Опять Увеличиваются Затраты Ну Ладно Говорят Что Снизится Число Депутатов Значит Зарплаты Депутатам Не надо Будет Платить Но Это Мизерные Экономические Ситуации Они Не Та Цель Мы Посчитали Что Это Будет Из Самоуправления Бюджетов Самоуправления Один Процент Конечно Все деньги Надо Экономить Но Это Не Та Цель Ну Еще У Сторонников Реформы Один из Аргументов Он состоит В том Что Латвия Слишком Маленькая Страна Чтобы Ее Вот Так Дробить На Такое Большое Количество Самоуправления Это Цифра 119 Это Слишком Много Что Ее Надо Как То Уменьшить И Это Одна Из Целей Реформы Тоже Чтобы Ну Как То Более Реалистично Это Мы Посмотрим Какая Ситуация И Какие Есть В Других Государствах Да Ну Скажем В Литве 60 Районов Я сейчас Посмотрел Ну Там Вообще Другая Система Там Другая Система Они Паттические Мало Поменяли Советские Области Они Государственная Рука Длинная Но Где Демократия И Где Самоуправление Во Всем Во всей Европе Сегодня Говорят О Децентрализации Сегодня Говорят О том Что Принятие Решений Надо Приблизить К Людям Те Которые Будут Использоваться Этими Ну Решениями Я Извиняюсь За свой Русский Но Сегодня Сегодня Скажем Во Франции Сделан Еще Один Один Уровень Это Метрополитеты 15 Все Государства Вся Франция Разделена На 15 Метрополий И Скажем Мой Город Город Побратимир Элмамазон Мэр Этого Города Стал Президентом Парижского Метрополя Они Решают В Метрополии Примерно 3-4 Вопроса Но Решают Все Вместе Вот Это Есть Такая Демократия Местная Это Очень Напоминает То Что В Латвии Было Какое-то Время Назад Когда У нас Были Волости И районы Да Волости И районы Каждый Решал Свои Вопросы Свои Задачи И Конечно Сегодня Ну В маленьком Волости Решать Дорожные Вопросы Решать Вопросы Перевозки Пассажиров Это Ну Слишком Маленькая Территория Ну Надо Территорию Побольше Надо Сотрудничество С Многим Территориям Но сегодня Скажем Рига И При Риже Да Они Должны Совместно Решать Скажем Перевозку Пассажиров Они Должны Сесть За стол И Договариваться Да Договариваться Как это Лучше Сделать И в принципе Ну Это Вопросы Которые Так Надо Решать Вот у нас По Ватсапу Тоже Пришел Такой Больший Комментарий Или совет Что Наш Радиослушный Юрист Говорит Что Я считаю Чтобы Сделать Такую Важную Реформу Надо Проводить Референдум Да Как вы Считаете Это Тоже Может Быть Один Из Вариантов Ну В любом Ситуации Мы Должны Говорить Сконсультироваться Насчет Этого Вопроса Это Не Так Вот Я Принял Решение Так Будет Это Так Нельзя Да Вот Вы Сказали Что Елгово Развивается Может Быть Несколько Слов Об Этому Я знаю Что У вас Создаются Эти Технологические Парки Вот Как Это Сейчас Происходит Да Сегодня Сегодня Ну Конечно Я думаю Что Немножко В Европе Начался Такое Перемещение Бизнеса И Чувствуем Что У нас Появляется Ну Такие Предложения На Развитие И Строительство Заводов Строительство Разных Бизнес Проектов И Ну У нас На счету Сегодня Две Такие Новые Новые Строительства Новых Заводов И И Конечно Те Заводы Которые Работают Они Перемещаются На Большую Ну Территорию Побольше Потому Что У них Есть Предложения На Бизнес Развитие Бизнеса Но На Этой Территории Уже Не Могут Должны Развиваться И Такое Развитие Сегодня Происходит И Ну Остановить И Ну Как-то Стать Против Ей Это Ну Было Бы Абсурно У У нас Есть Звонок Кто Еще Один Давайте Примем Звонок Нет Сейчас Сорвался Звонок Мы будем Пытаться Еще Да Вот Вторая Попытка Доброе утро Слушай вас Пожалуйста Доброе утро У меня Вопрос Такой Вот Мое Мнение Что Значит Объединение Просто Территориальное Такое Административное Это Вторичное Самое Главное Это Объединение Потенциалов Территория Для решения Конкретных Задач Жителей Которые Живут Вот Именно На этих Территориях У меня Первый Вопрос Вот Скажите Нынешнее Законодательство Положение О самоуправлениях Мешают решать Совместные Задачи Значит Какие законы Надо изменить Чтобы Например Там Два Края Могли Решать Совместные Задачи В своих Интересах Или Это Только Зависит От Доброй Воли Руководителя Самоуправления И вам могу Маленький Пример Привести Я живу В Стопинском Крае Значит Стопинский Край Проводил Асфальтирование Дороги И до Кольцевой Дороги Там оставалось 40 метров Это уже Ропорский Край Значит Он довел Вот до этой Границы А дальше Там практически Можно угробить Машину Деньги Выброшенные Просто на ветер То есть Вот этот кусочек Его асфальтировать Никто не собирается Вот ваше мнение Надо менять Законодательство Какое-то Или вот То что вам Мешает решать Совместные задачи Или совместные Потому что Все ясно Что дальше Денег на всех Просто не хватит И надо Я не понимаю Людей наивных Которые говорят Почему затевает Эта реформа Здесь очень все просто Денег в государстве В бюджете Не будет На следующие Там через 5-6 лет И все вопросы Большинство вопросов Будет решаться на месте Спасибо Спасибо и вам большое Вот такой вопрос Как сейчас То есть Можете ли вы Сотрудничать С соседними краями Конечно мы можем И это надо делать И мы это делаем И сегодня Ну вот Асфальтирование дорог Мы Вместе с Дорогу Которую часть Города Асфальтировала Вторую часть Волость Возолники И мы сделали Очень хорошую Дорогу Для В территории Предпринимателей Они Очень довольны Тут Асфальтировано Тут Вода Подведена Тротуары Сделаны Освещение Просто надо Конечно Надо В первую очередь Надо договориться Вторая Есть немножко То Ситуация Когда Конечно Мы не можем Закон Не позволяет нам Выделить деньги На других территориях Развитие Других Сотрудничество Должно Как-то Измениться Потому что Мы должны Посмотреть Немножко Дальше Своего Сарайчика Да Вот Что касается Елгова Конечно Она у многих Ассоциируется Конечно С автомобильным Производством Мы знаем Что было Несколько попыток Возродить Что сейчас происходит Есть ли еще Интерес инвесторов Потому что Слухи были разные Что чуть ли не хотят Делать там С брендом Раф Что-то делать Что сейчас происходит Конечно Ну Машиностроительство Это наша Самая главная Цель развития Мы Тоже Хочем Хотите Все-таки Чтобы опять Стала визитная карточка Конечно Потому что Ну Те города Которые Производят Автомобиль Очень мало На Карте Мира Конечно Да И мы Тоже Хотим Вернуться Там И Попытки У нас Есть И будут И мы Сегодня Говорим О том Что Создавали Производство Автобусов Совместно С Компанией ВДЛ Конечно Мы Смотрели На Российский Ринок Не нужно Не получилось Но Сегодня Этих Автобусов Есть Дизельные Двигатели И Мы Думаем Уже Одного Автобуса Переделывали На Электродвигателей И Думаем Что Может быть Это и перспективно Думаем Что Это будет Наша Следующая Перспектива Оборудовать Потому что Оборудование Становится В окончательном Итоге На 50% Легче И Дешевле Значит Мы Будем Дать Свою Вклад Свою Вклад В Ну Взближение В окружающей Среде То есть Электромобили И Ну То есть Вы думаете Что в ближайшее время Удастся это сделать Да Мы Одно Сделали Сертификации Прошли Очень Удачный Наши Инженеры Очень Удачно Поработали И Спасибо им За эту Работу Компания ВДЛ Которая Сделала Сертификацию Тестирования Этого Автобуса Они Сказали И Даже Даже Руководитель Завода Сказал Ребята Ну посмотрите Как это сделано Своим Своим Работникам Инженерам Сказал Посмотрите Как это сделано Посмотрите Как это сделано Посмотрите Как это сделано Ну Мы гордимся этим То есть Вы в принципе Уже скоро Можете Это Производ Производство Об этом Не только Говорим И Сотрудничество Ищем С другими Конечно Тут Надо И Сильного Инвестора Конечно Вот Что касается Работников Все Предприниматели Жалуются Во всех Городах Что не Хватает Работников Рабочих Что В Елгаве Конечно Тоже Это Беда И я думаю Что Мы Начали Работать С другими Предприятиями С другими Инвесторами Насчет Строительства Домов Таких Домов Которые Мы Можем Мы Сегодня Наша Компания ОСИД Дала Замечание Латвии Что Нету Подходных Дешевых Квартир Доступных Квартир И Мы Сегодня Говорим Начали Разговаривать С одной Международной Корпорацией Которая Задача Строить Доступные Квартиры Доступные Дома И Начали Я думаю Что В месяце Октября Мы Закончим Приходим Придем К какому-то Решению Это Самый Главный Вопрос Это Чтоб Люди Не Уезжали Из Латвии Чтоб Люди Могли Новые Семьи Могли Получить Квартиры Жилье Доступных Ценах Это Ну Наша Задача 6 7 2 12 93 9 6 7 2 13 93 9 Домок Доброе утро Слушай Вас Пожалуйста Доброе утро Да Пожалуйста У меня Такой Вопрос К гостю Он Не Пошли Закон Участник Даже Возглавлял Разгон Второй Русской Школы Потому Что Потребовалось Для Латвийской Гимнасии Это Гимнасист Да По поводу Школ Да Это Объединение Школ Конечно Объединение Школ Это Одна Задача Вторая Задача То Что На Должны Уже Через Год Через Два Года Все Экзамены Должны Произвестись На Латвийском Языке И Эта Реформа Целена На То Что Все Ученики Учились На Латвийском Языке На Государственном Языке И Это Реформа Вы имеете ввиду Реформу Школы 2030 Реформу 2030 Потому Что Если Я Правильно Помню Там Есть Возможность Билингвального Обучения Просто Не Основная Но Такая Возможность Остается Да Ну Кое-что Наверное Мы Должны Как-то Тоже Учить Другие Языки Ну Конечно И Если Русский Язык Это Ну Динтайс Родной Родной Язык То Должен Тоже На Этом Научиться И Разговаривать Но Есть Государственный Язык Который Сегодня В Латвии Государственный Язык Единственный Государственный Язык И Мы Должны Все Понимать И Нет Это Понятно Мы Должны Знать Латышский Язык И На нем Сдавать Экзамены Чтобы Потом Учиться В университетах На Латышском Это Понятно Но Есть В Йогове Возможность Билингвального Обучения По крайней Мере В начальной Школе В детских Садах Сегодня Сегодня У нас Один Детский Садик Который Дети Русских Семей И Сегодня У нас Пятая Пятая Средняя Школа Которая Еще Русскоязычная Школа И Шестую Школу Через Два Года Уже Она Останется Останет Основной Школой И Там Уже Средняя Школа Не будет И Все Занятия Должны Произойти В основном На латвийском Языке Да Вот Еще Говоря О Елгове Кроме Автомобильного Или Машиностроения Что еще Что вы считаете Для Елговы Актуально Какие бизнесы Скажем так Ну У нас Сегодня Очень Развивается Дерево Обработка То есть Мебель То есть Дома Деревянные То есть Панели Деревянные Она Уже Она Уже По Цифрам Произошла Машиностроение На пару Процентов Но Произошла И Конечно Мы Сегодня Очень Работаем Над Переработкой Пищевой Промышленности То есть У нас Есть Месокомбинат У нас Есть Зерновые Обработки Пекарни У нас Есть Молочные Комбинаты Которые Очень Хорошо Работают И На экспорт И Конечно Пластмассовые Пластмассовая Обработка У нас Эвопайпс Которые Делают Разные Трубы Для Воды Для Газа Для Канализации Этот Завод Развивается И Я думаю Что Мы Будем И Больше Диверсифицировать Наше Производство Потому Что Очень Трудно Назвать Какую-то Единую Отвлес Которая В будущем Будет Очень Сильна И Развита Конечно Это Айти Которые Связаны Со Всеми Производственными Ними Технологиями Сегодня Без Технологии Новых Технологий Это Вообще Невозможно Ну Будем Привлекать Инвестиции Развивать Ну Более Более Эффективные Производства Мы В разговоре До этого Несколько раз Упоминали Союз Самоуправления Латвии И Пару Недель Назад Далговпусское Самоуправление Далгород Далговпус вышел Из этого Союза Как Вы К этому Относитесь И Насколько Это Помешает Деятельности Союза Это Конечно Плохо Чтобы Один Ну Второй По Величине Города Вышел Ну Когда-то И Рига Перестала Участвовать В Союзе Потом Вернулась Понял Что Союз Все-таки Союз Это Это Единое Мнение Единое Решение Вопросов Ну Я думаю Что Далговпус Тоже Подумает О том Что Она Сделала Это Нехороший Двиг Я думаю Для Далговпус Тоже Но Основная Мотивация Мэра Далговпус Господина Элкстенша В том Что По его Словам Союз Самоуправлений Ничего Не Дает Далговпус Никак Не Помогает А Деньги Наоборот На это Уходят Ну Ну Если Мы Посчитаем И Посмотрим Какие Достижения В разговорах Самоуправлений И Ассоциации Самоуправлений И С правительством Это Единая Единственная Единственная Возможность Очень Четко И Конкретно Говорить С министерствами И Если Ну Мы Думаем Что В одиночку Мы Что-то Для себя Сможем Какие-то Вопросы Решать Это Очень Короткое Короткое Мышление Короткосрочное Мышление Ну И Мы уже Подходим К концу Может быть В конце Такой Вопрос Более Легкий Менее Связанный С политикой Видели Лили Вы Фильм Йогова 94 Да Посмотрел Да И Вспоминал Те времена Понял И Конечно Фильм Показывает Как Трудно Юношам Решать Свои Вопросы Как Трудно Стать Членом Общества Как Трудно И Как Много Зависит Из Ситуации Семьи Как Много Родители Могут Помогать Или Не Помогать Как Могут Школьники Одноклассники Общества В целом Поддерживать Цели И Нужды Молодых Людей Ну что Спасибо большое Андрей Равнич У нас был В студии Йоговы Удачи Вам Спасибо Спасибо Всем Удачи Удачи